ПЕСНЯ КАЖДУЮ СТУПНЮ СЫНА И НАЧИНАЛА РАЗМИНАТЬ, ПРИГОВАРИВАЯ «Ничего, Бала, ничего, засыпай, сейчас пройдет». Так происходило каждую ночь. Утром он, как ни в чем не бывало, спрыгивал с дивана и носился весь день в старой застиранной одежде с такими же, как он, мальчишками. Носился по двору студенческого общежития, где им временно, как беженцам, выделили жилье. Спать мальчуган ложился со страхом, зная, что она опять придет. Боль. Она была невыносимой. Она охватывала его ступни мертвой хваткой пасти тигра, сковывала ледяным холодом кандалов, пронзала тысячами иголок и обжигала пламенем печи одновременно. Боль выворачивала его ступни наизнанку. Она заставляла его кричать и плакать, сжиматься в комок и выгибаться в дугу. Она не отпускала, пока не приходила мама и молча не начинала массировать ступни сына. Он засыпал в слезах. Ему снился двор в деревне, только родившиеся щенята, тыкающиеся носами друг в друга и раздевающие рты в поисках соска матери. Дедушка, выпиливающий из деревянного бруска очередную поделку. Ему снился запах свежего хлеба, который бабушка доставала из тандыра. Ему снился отец, широко раскрывающий объятия для того, чтобы он прыгнул к нему на руки и зарылся лицом в плечо. А потом все это исчезало. Грохот, шум, падающие стены, лежащие неподвижно на земле щенята. Перед глазами оставались только грубые, толстые носки из овечьей шерсти, которые мать успела на него надеть. Красные, с белым узором, жаркие и колючие, ненавидимые им всем сердцем. Почему-то потом, после двух дней в лесу, стрельбы и взрывов, после того, как они оказались в большом и очень шумном городе, об этих носках говорили все, кто приходил к ним домой. Мол, они спасли его ступни от отморожения. Он больше никогда не видел ни папу, ни бабушку с дедушкой. Только маму и младшего брата, привязанного у нее за спиной, тем поздним вечером, когда они бежали. А боль продолжала приходить каждую ночь. Он уже не ждал ее. Он повзрослел и научился жить с ней. А она с ним. Коварная, цепкая, неутомимая. Она пронзала его снова и снова, заставляла его биться в ознобе и обливаться холодным потом от жара, задыхаться, умирать и воскресать каждое утро. Его осматривало множество врачей-знахарей. Его лечили всеми возможными методами. Все было бестолку. На смену матери пришла жена. Заглядывала в глаза, растирала, успокаивала. Он засыпал, и опять перед глазами была все та же картина. Двор, щенки, дедушка, бабушка, тандирь, отец. Однажды на улице, подав милостыню старой женщине и увидев мотающийся из стороны в сторону шнурок, он нагнулся, чтобы завязать его. Женщина мельком взглянула на его туфли и спросила, «Болит?» Он изумленно посмотрел на нее. «Что болит?» «Боль в ногах бывает?» «Допустим». «А что?» «В земле твое спасение. В земле». На следующий день он поехал к морю, разулся и долго ходил по берегу, вдавливая ступни в мокрый песок. Ночью боль пришла вновь, сковала льдом, вгрызлась, впилась, разлилась новым, еще более жестоким витком. А потом случилась война. Он ждал ее очень долго, долгих тридцать лет. Ни жена, ни мать не стали его отговаривать. Он ушел воевать в первый же день. Дни и ночи в тяжелых боях, раненые и погибающие товарищи, запах гари и пороха, вкус крови на губах. В одной из ночей боль была особенно адской. Он извивался по земле, обливался холодным потом, скрижетал зубами и терпел. Утром они зашли в освобожденное от врага село. Одно из нескольких. Он шел по заросшей бурьяном тропинке мимо развалившихся заборов, полуразрушенных домов и ноги сами вели его в тот самый двор, где были щенята дедушка, бабушка, отец. На месте, где когда-то стоял их дом, торчали каменными островками куски разрушенных стен. А во дворе абсолютно целым стоял тендир. Он медленно расшнуровал ботинки, разулся и ступил на землю. Боль! Острая, нестерпимая боль пронзила его ступни, заставив невольно вскрикнуть. Обхватив голову руками, он сел и заплакал, словно маленький мальчик в толстых шерстяных носках. Он рыдал в голос, не стесняясь. Он встал на колени, брал в руки землю горстями, целовал ее, умывался ею, размазывая вместе со слезами по своему лицу. Ночью он проснулся от странного ощущения. Присел и внимательно стал оглядывать ступни. Ее не было. Боли не было. Всепоглощающие, изнуряющие, сжигающие изнутри боли, боли, мучившие его долгих тридцать лет, больше не было. Перед глазами промелькнула пожилая женщина, просившая милостыню. «В земле твое спасение». Он вдруг отчетливо вспомнил еще одну фразу, тихо добавленную ею. «В твоей земле». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова